Всем привет, с вами Аурум, и сегодня я хотел бы проверить путем множества экспериментов, которые мы вместе с вами прямо сейчас проведем, какой же Бравлер с Дороги Славы самый крутой. Перед началом видео прожимай лайкосик, подписывайся на канал, а также вводи код Аурум в магазине. И это обязательно, прямо сейчас открой магаз и введи код Аурум, бро. Первое испытание — атака плюс ульта. Шелли у нас наносит 8232 урона. Дальше Нита, и... Блин, ну тут, кстати, будет очень интересно, потому что медведь у нас непобедимый, он сносит по фулу. Бесконечный урон, конечно же. Дальше Кольт, здесь по сути, по сути и... 11424, но это лучше, чем Нита. Булл, булл, 6720, довольно быстро, но не так эффективно. Джесси, он попахивает бесконечностью, ребят. Ну, опять же, те, у кого есть турельки и медведи, они всемогущие. Бесконечность. Брок! Как видите, 4 тыки мы выбрали. И ультушечка, вот она, полетела. Наверняка вы заметили, что мы используем все возможные атаки. Если их 4, то 4, если 3, то 3. Вот, смотрите на Динамайка. И ульта... Бам! Батя в здании. 7560. Бо! Хорошенький такой бог. Но это не так много, как бесконечность, правда? 13 тысяч меньше бесконечности. Тик. Неплохо, неплохо. Не вижу особо, кстати, большого смысла сравняться с бесконечностью, но все же. 5376. Эмса, ну-ка, продемонстрируй, как ты умеешь. 8232. Исту! Ну, в принципе, ожидалось. Ожидалось, ребятки. Справедливости ради стоит сказать, что если бы не бесконечность, то Бо нанес бы самый топовый урон среди всех этих бравлеров. Ребятки, Пагмобайл исполнилось 3 года. И в честь этого разработчики зафигачили очень интересные ништяки. Посмотрите на этот замечательный костюм. Во-вторых, слышите музыку, которая играет? Да, это специальная музыка в честь музыкального фестиваля, который прямо сейчас проходит в Пабмобайл. Еще в режимах мы увидим специальную тему «Сотня ритмов». Ссылка на Пабмобайл в описании. Слоганом фестиваля музыкальной музыки является «Зададим жару». Поэтому не вижу повода не задать жару. Первым делом, пока мы ждем, выбираем себе класс. Это рыцарь-разведчик. Это защитник или выживший. Мне больше нравится выживший, потому что он позволяет определять врагов поблизости. Также на картах появились танцполы. Видите, вот один, вот второй еще на тренировочной базе. И к одному из них прямо сейчас мы летим. А здесь прикольная туса. Очень много лута. Не, ну прикинь, я только здесь появился, и сразу снайперская винтовка. Сразу прицел. Да боже, это мечта. А еще на этом танцполе есть крутая мини-игра. Давайте попробуем ее запустить. И нужно вот это все сбивать. Давай, давай, давай. И мое любимое. Это ракеты, чуваки. Смотри, что я вытворяю. Я могу полететь просто куда угодно. Еще в Пагмобайл появился новый транспорт, который называется Мотопланер. Пацаны, что с ним можно вытворять? Капец. Взлететь нужно еще и поучиться здесь. Ну, блин, выглядит очень-очень круто. Качайте Пагмобайл по ссылке в описании. И, возможно, мы вместе с тобой там зарубимся в скваде. Следующее испытание. Скорость. Первое у нас Шелли. 8 секунд. Нита. Беги, беги, беги. Мне кажется, получится. И да. 7.42 улучшило время Шелли. Кольт. Что-то мне подсказывает, что он может быть быстрее, чем Нита. И нет. Все-таки. 7.52 лучше, чем у Шелли. Но хуже, чем у Ниты. Бул. Бул визуально очень неподвижный парень. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. Хотя 7.30 это лучшее время. Не могу в это поверить, кстати. Джесси. А ну-ка, будет Джесси быстрее, чем Бул или нет? 7.45. Ребят, время вроде бы точное. А у них у всех оно разное. Как так? Не могу понять. Казалось бы, 7.30 Бул. Самый быстрый, что ли? Капец. 7.45 Брок. Я никак не мог подумать, что Бул будет быстрее всех. Как убежать тогда от Була в ШД? Динамайк. Что нам покажет? 7.36. Очень рядом к Булу. Бо. Ну вот Бо. Покажи скорость. Покажи. Бо. 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 Болею за тебя. Бо. 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 И 7.48, ребят. Тик. Вот тик быстрый. Правда? Вот тик просто молния. Тик должен затащить. И 7.48. Одинаковое время с Бо. 8 бит. Беги, малыш, беги. Ну, скорее всего, это самый медленный персонаж. Он и внешне такой, и по характеристикам, конечно же. 9.56. Самое худшее время. Эмс. Ну, Эмс кажется худенькой, спортивной, подтянутой. Поэтому, да. Да или нет? Да. И 7.44, пока Булу нас тащит. Стул. Это самый быстрый в мире чувак. Давай, беги, я в тебя верю. И 7.44, представьте, даже он медленнее была. Да как такое может быть? Булт, что ты творишь со мной? Следующее соревнование. Кто быстрее всех уничтожит ящики? Шелли на финишной прямой. И сколько? 30 секунд? Да? Сколько, сколько, сколько? 29.59. Неплохой результат. Погнали дальше смотреть. Нита. Хо-хо. Смотрите, какое читерство. С плэшом за 3.55. Сможет ли кто-то повторить? Вот в чем вопрос. Кольт. Напоминаю, никакой ульты. Только стрельба. И ему понадобилось 25.26 секунды. Булл. Справляется быстрее, чем Кольт. Но пока это, конечно же, не лучшее время по сравнению с Нитой. Опа, а вот здесь у меня большие надежды на Джесси. Но Джесси уже проиграла Ните. Справедливости ради стоит сказать, что впереди у нас еще есть бравлеры, которые смогут с плэшом составить Ните конкуренцию. Напишите в комментариях, что это за бравлеры. 24.56 у Джесси. Брок. Это будет сложно. Это не топовое уже время. Но все равно быстрее, наверное, всех остальных, да? Вот только за десяточку. 10.21. Топ 2. О-о-о, вот и он. Динамайк, а ну-ка сможешь? И нет, два ящика не хватило. 4.47. Почти. Ммм, интересно. Бо. 6.24. Тик. Еще один чувак, который может составить всем конкуренцию. И... Нет, все-таки, все-таки поместится ли в десяточку? 9.52. Да, он в десятке, в десяти секундах. 8 бит. Но это надолго, ребят. Пожалуй, это не худшее время. Но и не лучшая. 26.58. Вот она, Эмс. Ну давай, покажи класс. Я в тебя верю, Эмс. Блин, как это случилось? 4.42. Я был уверен, что она затащит. Опа. И наш новый парень. Он в этих делах будет не лучший, потому что у него не сплэш. С не лучшим я погорячился. Он, наверное, в этих делах худший. Хотя имба 39.42 секунды. Дальность стрельбы. Насколько далеко стреляют? Шелли 8.3. Нита 7.6. Кольт. Ой, ну хорошо. 9.75. Булл. Ну тут ясно. Это ближник. Джесси. 10.3. Пока рекордсмен. Брок сходу же перебивает ее рекорд. 11. И Динамайк. 10 ровно. Бо. Десяточка, да? 9.6. Тик. Ооо. Вот это хорош 11.6. Это наш новый финалист. 11 ровно у 8 бита. Казалось бы. Эмс. 8.15. И Сту. Девяточка. Девяточка ровно. Ну вот такие дюла, ребят. Кто бы мог подумать, что тик будет лучше 8 бита в дальности. Следующее наше испытание это количество хп по сути. Вы прямо сейчас можете написать в комментариях, кто затащит в этом поединке. Ну а мы посмотрим, сколько тик нужно роботу, чтобы убить Шелли. 11. Нита. Нита поживучая. 12 целых тик. Целых тик, ребят. Сорёна. Ха-ха. Теперь Кольт. У Кольта не очень много хп, поэтому роботу понадобилось 8 тык. Бул. Ну вот этот пацан это с тяжёлой артиллерией. Давай глянем. Считаем. Последняя тыка и... 14. Пока он наш рекордсмен. По Джессе уже читается, правда? 9. Брок. Возможно, это будет худший результат. 8. 8. Ну, столько же, сколько и у Кольта. Динамайк. Тоже 8. У нас на последнем месте сейчас много челиков. Ну, Бо, мне кажется, сможет побороться за лидерские позиции. 11. Но не худшее, но и не лучшее время. Тик. 7. Вот наш новый аутсайдер. Худшее время. И 8 бит, ребят. Вот здесь большой-большой вопрос. Сможет ли 8 бит противостоять Булу? Я очень надеюсь, что вы уже угадали. Очень. И да, естественно, 14 тык. Точно столько же, сколько и у Була. Вау. 11. Ну, я и не надеялся, что, собственно, повторит Була и 8 бита. Ну, и наш новый стул. Пиу-пиу, батя в здании. Девяточка, ребят. В этом соревновании победили как Бул, так и 8 бит. Собственно, вот такие вот у нас результаты. Ребятки, хочу обратить ваше внимание, что Олимпиады направлены на то, чтобы вы увидели, как ведут себя бравлеры в тех или иных испытаниях. Само собой, каждый бравлер в игре, он уникален. У него есть как сильные стороны, так и слабые стороны. Надеюсь, мои Олимпиады вам нравятся. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте вводить код Аурум в игре.